Добрый день, дорогие друзья! Часто спрашиваете по поводу чая. Какой чай сделать вкусным травяной? Все-таки травы это лекарственное растение, как правило, да? И, соответственно, у кого-то печень, у кого-то почки могут пострадать, если вы их бездумно начнете употреблять. А как сделать все-таки чай, чтобы и вкусно, и полезно? Когда я делаю чай для своей семьи, я его делю на две части, да, сбор трав. Первая часть – это локомотив. Это те травы, которые дают много витамин, они дают зеленую массу, они дают внешний вид, красоту, насыщенность чая, но при этом они не обладают сильными вкусовыми качествами и при этом они не бьют по печени и по почкам, да? Какие травы к ним относятся? Есть золотая тройка – это репешок, это земляника и это лист березы, да? Лист березы заготавливается ранней весной, когда он еще до сантиметра раскрутился из почки. И когда его вот стягивается с веточки, получаются такие слегка ферментированные листики. Его много класть нежелательно, иначе ваш чай приобретет запах веника банного. Но это то, что не приносит вреда организму, но дает полезные вещества, да? И базовые две травы остаются. Это репешок. Вот смотрите, цветет он вот так. Вот это наш репешочек. Заготавливаем мы цветочки и вот эти листики, палки стараемся не брать. То есть вот оптимально вот такие вот соцветия мы их заготавливаем, обламываем, собираем, да? Вот это наш репешок, заготавливаем его очень много. Зеленой массы должно быть много. Точно так же мы заготавливаем землянику. Вот в данном случае у нас это дикая клубника. Ее тоже можно заготавливать, просто вот рядом с репешком. Они, кстати, очень любят вместе расти. Вот эта дикая клубника, ее тоже можно заготовить. А если подняться здесь по горочке, там уже будет расти натуральная земляника. Земляника и репешок – это база. Это зеленая масса, это витамины, это аминокислоты. Это то, что не нанесет вреда, но при этом даст оздоровительный эффект и даст дополнительные вкусы, насыщенность чая. Что мы будем добавлять для того, чтобы чай получился? Нам же его еще надо сделать красивым и надо сделать вкусным. Так вот, когда мы говорим о красивом чае, мы можем добавлять разные красивые цветочки по чуть-чуть. Например, как бы плохо ни относились и ни говорили о зверобое, что он там влияет на мужчин, на женщин, по-разному. Это правда, иван-чай тот же точно так же влияет. Но положить маленькую веточку зверобоя – это необычайный вкус. И это дополнительный такой красноватый цвет. То есть он добавляет вкуса и цвета. Его нельзя много. Он действительно это лекарственное растение, оно действительно сильно влияет на организм. Поэтому его чуть-чуть, он добавляет красоты, он добавляет вкусовые качества. Смотрите, есть еще такое растение, которое очень классно добавляет, называется чабрец. Вот оно здесь растет, просто шикарное растение. Оно дает вкус, оно дает аромат, насыщенный. И дозировать уже это растение надо аккуратно, внимательно. Оно реально дает такие вкусовые качества. Немножко можно добавлять хвоща. Вот он наш хвощик. Хвощик дает как зеленую массу, так и слегка мочегонный эффект. Еще мне очень нравится одно растение, которое я люблю в силу его большого количества витамин. И опять-таки оно дает красоту. Это дикая морковь. Смотрите. Вот она вот так растет прямо в поле. Она выделяется. Выделяются растения, которые растут. Вот вообще в аптеках продают ее семена. Можно добывать морковку на сок. Она такая суховатая, жилистая. Если сорвать растение, ни в коем случае не перепутайте с болиголовом. Если сорвать растение, то запах будет морковный такой. Вот если листик оторвать, это чистый морковный запах. И цветочки, корзиночка красиво смотрится в чае и дает много витамина А. Кроме того, вот на этом поле, чуть дальше, можно пройти. Я потом отсниму. Дополнительно здесь вот на этом месте нет. Есть такое растение вероника. Детское растение. Его много. Его можно добавлять. Красивые синие цветы получаются. Тоже дают витамины. Тоже дают хороший эффект. Чай получается красивым. Из вкусов. Что можно добавлять? Можно добавлять мяту. Вот по берегам рек, если подойти ближе к воде, вдоль реки, там растет мята. Вот здесь река, сош течет, да? Это заливной лук. Растет мята. Мята, чем интересно? Есть мята дикая, перечная такая. У нее круглые листики. Она не обладает очень сильным вкусом и сильным запахом. Как-то он быстро улетучивается, но она дает горчинку. Мне она не очень нравится. Если пройти вдоль леса, то мята растет такая с узкими листиками. Вот эта мята дает классные вкусовые характеристики. А в ней больше эфирных масел, и она вкуснее, у нее более стойкий вкус. Кроме того, на огородах может расти мелиса. Можно добавлять мелису в чай. Но смотрите, если вы берете чабрец, то тогда я бы не клала мяту или мелису. Но если вы берете мелису, можно положить жидчабрец. На огороде можно вырастить монарду. Обалденное растение. Во-первых, она украшает огород. Во-вторых, обладает великолепными антипаразитарными свойствами, антивирусными свойствами, антигрибковыми свойствами. Просто это лекарственное растение. Один цветок в чай, и чай приобретает вкус. Кроме того, когда локомотив ваш зеленый собран, вы можете туда добавлять ту же ахиноцею. Она повысит иммунитет. И пошли, пошли, пошли. То есть уже цветочков можно добавить много. Вы разделите полезный эффект, зеленую массу и вкусовые качества. Вкус задается одним растением. А все остальное стыкуйте, чтобы у вас было вкусно, красиво и полезно. И для всей семьи. Еще я очень люблю добавлять в чай либо липу, цветочки липы. Вот здесь липы нету, и она уже отсвела. Но я ее заготавливаю. Она дает патагонный эффект, и она хорошо при простуде. Тогда я заменяю чабрец на липу. Она тоже вкусовыми, яркими, качественными обладает. Кроме того, я люблю палочки малины. Она тоже дает антивирусный эффект. Она дает патагонный эффект. Она хорошо при простудных заболеваниях. Она дает красноватый цвет чаю. И она дает обалденный вкус. Малину можно сочетать с чабрецом. Один раз попробовав, посочетав, вы найдете свой лучший вкус. И у вас всегда будет вкусный чай для себя и для друзей. И поверьте мне, это значительно вкуснее и проще, и красивее, чем там те же самые копорские чаи, чем китайские чаи и так далее. Это действительно собрано с любовью. Это действительно собрано для вашей семьи. Это дело ваших рук. Это ваша энергетика. И она будет помогать и вам, и вашим детям, и вашим близким быть здоровыми. Спасибо. Как она выглядит. Это просто украшение чая. А еще смотрите, здесь есть такая лапчатка серебристая. Все наверняка ее знаете, она полезна. Невероятно. И вот пытаюсь увидеть таволгу. Была здесь таволга? Таволгу, конечно, уже отцвела здесь таволга. Жалко. Жалко отцвела таволга. Таволгу тоже, но таволгу надо нормировать веточки. Чуть-чуть, буквально чуть-чуть-чуть добавлять в чай. Иначе она дает свой вкус. Но зато если вы болеете, то таволгу надо заваривать вплоть до монозаварки. Она дает классный эффект. Ой, зверомой какой красивый. Прям хочется его отснять. Красота.